Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. И как всегда в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Модные тренды для тех, кто желает жить здорово. В областном центре прошла выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни». Крутые контакты, бесконтактная система электронного дорожного сбора «Белтол». Плюсы и минусы нововведения уже оценили специалисты и водители. Тросянка – некультурный язык в культурной жизни общества. Или «говорим и пишем правильно на белорусском языке». Штормящие мили, канатов, струны, попутный ветер и семь путов под Кирем. Центру юных моряков с флотилии города Бреста – 25. Знакомьтесь, Ангелина Пиппер, представительница от Бреста на конкурсе «Песня для Евровидения». Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы, которая затрагивает нас всех и каждого в отдельности – тема здоровья. Каждый человек – кузнец своего счастья. С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно в том, что касается здоровья. Так как его состояние в основном зависит именно от самих людей и их отношений, привычек и образа жизни. Именно поэтому здоровый стиль не только прижился, но и стал остро модным в последнее время. С каждым годом активистов этого течения становится все больше и в городе над Бугом. Убедиться в справедливости этих слов можно было, посетив выставку-ярмарку «Содействие здоровому образу жизни». Вместе с берестейцами в здоровый мир окунулась и наша съемочная группа. Анастасия Стропко продолжит тему. 25 сентября в свои двери перед посетителями выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни» гостеприимно распахнул Брестский Ледовый дворец. Мероприятие уже давно стало хорошей традицией и является настоящей приметой сентября. С каждым годом ярмарка становится все более популярной и 2013-й не стал исключением. Уже к началу работы ярмарки приехали сотни горожан и гостей города. И экспозиция не обманула ожидания посетителей. В этот раз спектр представленных товаров и услуг был гораздо шире, чем в предыдущие, а их качество сохранило традиционно высокий уровень. Если внимательно посмотреть содержание выставки, во-первых, видно, что она гораздо более разнообразна, чем во все предыдущие годы. Добавилось значительное количество участников, которые привезли свои экспонаты. Это говорит о том, что интерес именно к оздоровлению, к укреплению здоровья у людей значительно возрос. В ходе торжественной церемонии открытия были подведены итоги конкурса «Здоровая семья», который уже второй год проводится в рамках форума. Дипломы облсполкома и ценные подарки самым здоровым семьям области вручили Леонид Цуприк и Валентин Милошевский, депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Семья Николаюк из города Бреста впервые участвует в конкурсе, однако это не помешало им занять почетное третье место. А все благодаря тому, что здоровье, спорт, активность и позитив для них не пустые слова, а стиль жизни на протяжении многих лет. Первое – это никаких вредных привычек, это не курение. У нас вот три сына, никто не курит, муж не курит, поэтому курению нет. Ну и вообще как бы алкоголь тоже нет, спорт, здоровое питание, много движения. Фестиваль здоровья собрал на одной площадке более сотни белорусских и зарубежных предприятий, фирм и организаций, целью работы которых является сохранение и приумножение главного богатства любого человека – хорошего самочувствия. Продукты питания, промышленные товары, лекарства, предметы интерьера – в деле сохранения здоровья не бывает мелочей, а потому спектр представленной продукции и услуг был широким и разнообразным. Когда говорят слово «аптека», то подразумевают лекарства и лечение. Но когда мы участвуем на выставках, выставка проводится в девятый раз, и мы тоже на ней участвуем в девятый раз, и каждый раз мы стараемся что-то внести новое. Вначале мы назывались «аптека плюс профилактика», потом у нас была рубрика «аптека трав, оранжевая осень». На сегодня мы называемся «неболейка», и, наверное, это очень правильное название и соответствует тому, что мы пропагандируем. Мы на сегодня пропагандируем здоровый образ жизни. Товары из Пакистана уже давно известны берестейцам, но на выставке-ярмарке представителям этой страны удалось удивить гостей форума. Светильники из гималайской кристаллической соли привлекли внимание и придали выставке частичку восточного колорита. Это гималайская кристаллическая розовая соль. На сегодняшний день уникальна тем, что она содержит в себе 84 полезных микроэлемента, как и в нашем человеческом организме, и в такой же дозировке, что необходимо нашему организму. То есть в данном случае в виде светильника, когда работает гималайская кристаллическая розовая соль, она очищает, ионизирует воздух, создает морской климат. То есть очень полезна аллергикам, астматикам и бронхиальным заболеваниям, часто простывающим. У кого проблемы верхней и нижней дыхательной системы также. То есть очень хорошо укрепляет иммунную систему. Консультативная помощь высококвалифицированных врачей-специалистов. Одна из основных составляющих выставки ярмарки. Ни для кого не секрет, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. А потому прислушиваться к советам докторов необходимо всем желающим быть здоровыми и бодрыми как можно дольше. На протяжении всего форума ответы на вопросы, касающиеся медицины и лечения, могли получить все желающие. Тем более, что в списке участников были профессионалы из всех областей охраны здоровья. Сегодня работают 4 пункта по определению показателей здоровья. То есть уровень холестерина, артериального давления, определяет индекс массы тела. И по этим факторам уже идет соответствующее распределение людей, которые нуждаются, может быть, уже в специализированной какой-то консультации. Работают здесь две площадки и для взрослого, и для детского населения. Много специалистов не только от учреждений здравоохранения здесь находятся и консультируют, предоставляют информацию. Это организации МЧС, это ГАИ, областное ГАИ, это от УВД специалисты по вопросам наркоконтроля и так далее. То есть сегодня достаточно много есть возможностей для того, чтобы получить по всем жизненно важным вопросам информацию, консультацию и пройти определенную диагностику здоровья. Сердечно-сосудистая система человека – одна из самых уязвимых, а потому профилактика и постоянный контроль за ее состоянием – непременное условие сохранения работоспособности организма человека. Постоянные стрессы, неправильный режим труда и отдыха и вредные привычки могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому изменение курса жизни на здоровый – обязательное условие в деле сохранения хорошего самочувствия, бодрости духа и желания жить. По причине болезни системы кровообращения умирает более 50%. То есть это действительно серьезная проблема. Насколько мы ведем правильный образ жизни, насколько мы сами себя настраиваем на отсутствие патологии, на ликвидацию факторов риска. Мы знаем, что факторы риска делятся на модифицированные, которые можно изменить, их большинство, и не модифицированные. Их всего лишь два – это пол и это наследственность, если кто-то имел уже в наследственности такие заболевания. А все остальные факторы риска, такие как ожирение, курение, психоэмоциональное состояние, употребление алкоголя, уровень артериального давления – это абсолютно те факторы, которые мы можем профилактировать, изменять и тем самым влиять на свой дальнейший прогноз, на свое дальнейшее состояние, уровень жизни. Выставка-ярмарка в этом году сохранила лучшие традиции качественного информатора о правильном и продуктивном укреплении собственных жизненных сил. Гости форума признаются, что даже атмосфера мероприятия помогает настроиться на новый здоровый стиль, и каждый посетитель смог вывести для себя формулу здорового образа жизни. Я еще только пришла, но кое-что мы уже купили, кое-что собираемся купить. Вот тут мне нравится вот для варикозного расширения. Ну, вообще идея замечательная, я считаю, потому что без здоровья мы ничто, надо хоть как-то помогать себе. Выставка очень хорошая, мы тут уже застряли на полтора часа, хотя решили зайти по-быстрому. Не знаю, как бы надо на работу, а еще столько всего интересного. Спорт, правильное питание, регулярная диагностика состояния здоровья и позитивный настрой. Список правил для тех, кто заботится о собственном самочувствии, не содержит невыполнимых пунктов, и практически каждый человек может при желании стать активным участником здорового течения. И подобные выставки – хороший учитель и подсказчик для тех, кто только начинает этот путь. Благодаря ей берестейцы запаслись советами специалистов в прок, и потому можно предположить, что к открытию форума в следующем году уровень здоровья населения будет значительно выше. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Географическое расположение Республики Беларусь сделало ее транзитным узлом, соединяющим Европейские и Таможенные союзы. По белорусским дорогам ежегодно проезжает огромное количество автомобилей, габариты которых разнообразны так же, как и номерные знаки на них. Учитывая большую загруженность автомагистралей, транспортные артерии страны нуждаются в должной профилактике. В связи с этим в июле правительство страны приняло решение перейти на новую бесконтактную систему электронного дорожного сбора «Белтол», которая обязывает перевозчиков платить за проезд по скоростной трассе. Полученные средства планируется использовать для модернизации дорожного полотна. О работе инновационной системы смотрите в нашем следующем сюжете. С 1 августа в Беларуси стартовал проект национальной системы электронного дорожного сбора «Белтол», призванный упростить процедуру оплаты проеза для пользователей дороги. Теперь для того, чтобы рассчитаться за право околесить по трассам Республики, водителям не нужно ехать на привычный пункт взаимания сборов, к примеру, на Федьковичи. Все сделает система, принцип работы которой прост. На дорожном полотном размещаются специальные рамки, так называемые порталы в платную дорогу, оснащенные прямопередатчиками, которые осуществляют обмен информацией с бортовым устройством, установленным на лобовом стекле автомобиля. Таким образом, чудо-технология позволяет оплачивать проезд без остановки. Изначально это является инвестиционным проектом австрийской фирмы «Капш Телематик», которая уже эти инвестиционные проекты такие же удачно сделала в других странах Европы, в том числе и в Австрии, и в Чехии, и в Польше внедрялась именно такая же система. Наша является даже более новой системой, которая использует более новую технику, более передовые, скажем так, технологии. И для чего создавалась? Именно создавалась для взаимания платы, скажем так, в безостановочном режиме многополосного движения, чтобы транспортные средства, в том числе перевозчики и туристы, которые посещают нашу страну, могли беспрепятственно продвигаться через эти рамки и в автоматическом режиме оплачивать заплатную дорогу. Дмитрий Бондарук водит тягач не так давно, однако про новую систему электронного дорожного сбора «Белтол» впервые услышал около двух месяцев назад и сразу же приобрел бортовое устройство. Поэтому при проверке документов и электронного прибора, своеобразном проводнике к рамке у водителя международника все оказалось в порядке. Вы сразу приобрели бортовое устройство? Да, устройство бортовое приобретали заранее в Минске. То есть сейчас уже бесконтактная система стала? На ваш взгляд она сохраняет время вообще? Ну, немного сокращает движение в пути, вот это вот. И проще немножко, по безналу идут перечисления и более-менее это проще становится. Однако новая система оплаты застала некоторых участников движения врасплох. Многие путешественники из Литвы или Украины уже в первые дни августа автоматически приобрели нецеприятный статус нарушителей. Потому что въехав в Беларусь и увидев на перекрестке знак «платная дорога» без всякой дополнительной информации, автомобилисты не обратили на нее внимания и приезжали под рамкой без бортового устройства. Все дело в том, что новая система оплаты касается всех иностранцев на любых автомобилях. А вот водителям Беларуси, России и Казахстана повезло больше. С лиховых автомобилей стран таможенной тройки плата не взимается. И еще. Если ранее автомобилисты платили за проезд только по одной транспортной артерии трассе М1Е30, то с 1 августа это правило распространилось на дороге первой категории с индексом М. В общей сложности Белтол затронуло 815 километров белорусских дорог. За два месяца работы в Брестском филиалам представительства КАПШ выявлено 2800 нарушителей и уплачена сумма в увеличенном размере порядка 770 тысяч евро. В основном оплачивают это иностранные перевозчики. Те, которые не смогли разобраться в правильности оформления, в правильности включения прибора. И основная масса, когда выезжают на проверку наши автомобили по всей Брестской области, это жители Украины, которые возвращаются, перевозя строителей из Москвы к себе на Украину. Рекордсменом по так называемому увеличенному размеру оплаты оказался польский перевозчик, заплативший 2400 евро. Он попросту не включил бортовое устройство, специальный пропуск, с которым и контактирует рамка. А ведь для того, чтобы свободно колесить по белорусским дорогам, водителю нужно позаботиться не только об его приобретении, но и об бесправности. Купить заветный электронный прибор можно на некоторых заправках, в придорожных кафе, а также в приграничных пунктах. В этом плане у системы есть недостаток. Перевозчик, желающий воспользоваться платными дорогами, может купить этот девайс только в Белоруссии. Все, что надо сделать, надо обязательно перед выездом на платную дорогу обратиться в любой пункт обслуживания и получить бортовое устройство. И пополнить счет, и в дальнейшем следить, чтобы этот счет пополнялся своевременно. Это является главным нарушением, что люди многие, как бы говоря, что не знают, или пытаясь каким-то образом избежать вот этой оплаты, думают, проскочим. Нет, не проскочим. Информация в базе данных хранится три года, и рано или поздно эти нарушители будут все привлечены к ответственности. Белорусы получат письма, так называемые, счастья, как называют их. Они в автоматическом режиме рамки их фиксируют, на ходу фотографируют, и дальше транспортная инспекция рассылает эти данные по адресам фирм, либо физических лиц. Инновационная система Билтол достойный европейский аналог. Однако на данном этапе у национального проекта электронного дорожного сбора есть как плюсы, так и минусы. И если в будущем грамотно подойти к вопросу эксплуатации системы, ее механизм начнет работать более слаженно и продуктивно, и Билтол все же станет выполнять свою главную функцию – экономить драгоценное время, деньги и силы водителей. Родной язык для большинства неповторим и мелодичен. Но никому не понравится, если музыкант в известной мелодии допустит пару погрешностей. Именно так и произошло на улицах Бреста, точнее в названиях улиц. Об ошибках, неточностях и неграмотности вам расскажет наш корреспондент Артем Клунин. До номер 22 уже некольких годов мая, адрес Наганова. Помылку у назви в улице Наганова поспели зауважить многие же хоры Бреста. Одны усмехаются идуть долей, другие нарекаются на грамотность, а третья так и запомнится помылкой. И не было бы ничего кепска, когда бы выпадок был один. Но пишутся неправильно на белорусской мове и в объявах, и на припынках, и даже в городском транспорте. Часто бывают помылки о адлестровании этих, а после шипящих, даже на одной улице, могут быть разные шильды. На одном доме правильное, на другом неправильное. Когда едешь по трассе, то некоторые назвы населенных пунктов сдаются некими дивными. Мне кажется, что там натиск должен быть на иншем месте. В русском умных назвах натиск не так выразный, потому что там и на натискной позиции может быть написано «о», «те», а в белорусской мове это не так. Поэтому мне кажется, что и в этих географических назвах так же есть помылки. На жаль, те, кто пишет эти шильды, не заусюду звертаются до специалистов. Конечно, это не диво, что блытаюсь в белорусскую и русскую мовы. Польша с насильництва города разумовляет по-русски, а без практики новотрудной мовой не сможешь володать. Как бы не допускать помылок, треба звертаться до мовознавца. Головное – это как сам специалист ведал свой предмет. В последнее время очень часто, поскольку здесь все говорят на белорусской мове, и у меня стало лучше все-таки. Писать стихи стало на белорусской мове, поэтому это тоже как часть моего творчества. Почти часто, все частей и частей, потому что я учусь в университете, и мне приходится. Приходится разумовлять со своими наставниками на белорусской мове. Это моя родная мова, она мне подобается, и я хочу ее учать все больше и больше. Значно менее, чем хотелось бы. Потому что мои сябры в общем, амаль не разумеют и не потребуют мои думки об белорусской мове в общем. Як кажуть, сталость – это мудрость, а у мудрых нужно учиться. Але на какой мове разумовляют пожилые люди? Сдаются, и они сами не знают. Одни кажут, что на белорусской, другие – по-русски, однако же отримовывается нечто иншее, среднее. А на какой мове вы разумовляете? Я говорю по-русски. А почему это? Потому что все разумовляют и в магазинах, и везде по-русски. Потому что я на газету выписываю белорусскую и читаю по-белорусски. На белорусскую разумовляю. Русская и белорусская, это там, мне что-то там спутаешь. И русские, и белорусские там слова. Для меня и та, и та нравится. Мова белорусская, я сама белорусская. А разговариваю и по-русски, и как придется. На вукулцы называются гэту з'яву трассянкой, цибрудной мовой. И она за всеми складанная. Кажи русские слова с белорусским акцентом. Не дива, что гэта лингвистычный симбиоз расповсюдзиусся род насельництва. Трассянка – это продукт, снова же, смешанного белорусско-русского мовлення. Именно продукт. Кали и белорусские, и русские словы, и белорусские, и русские интонации вымавлення, белорусские и русские рысы говорки смешаны. До речи, подкреслю, что гэта не обовязкова приналежнасть белорусской мовы. Їх можа быць и намного болей. Например, насельництва, якое по территории наближено на пограничцы с суседней краиной, видовочно, что будет иметь уплыв в суседней мовы. И махчима, что такая зява может проявляться и там. Я бы сказал так, что трассянка может лечиться и универсальной межмолвной зявой. Сеня уже не лечится трассянку некультурной мовой. Ена як национальный бренд и краница натхнения для поэтов и письменников. На ее пишутся верши, ее вспоминают о размовах на интернет-форумах, навод на Википедии артыкул про трассянку перекладен на 15 мов. Но, благодаря именно этим крокам, мы все частей бачим надпись «Остановка» за мезвычайных припинок. Артем Клунин, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бух-ТВ». Для них море – дом родной, а ветер друг попутный. Они с гордостью носят синюю форму и полосатые тельняшки. На суше их называют «морские волки». В Блесте моря нет, однако получить необходимые для поступления навыки можно в одном уникальном учреждении, которое уже 25 лет чтит верность традициям. Центру юных моряков с флотилии города Бреста – 25. Побывала на праздники и наша съемочная группа. Созданный в уже далеком 1988 году, Центр юных моряков активно работает и сегодня. Уже четверть века основной своей задачей коллектив учреждения видит развитие творческих способностей учащихся, а также воспитание в них настоящих граждан с активной жизненной позицией. По словам директора Центра Николая Ермашука, в Центре моряков дворовые мальчишки превращаются в настоящих мужчин. Возможно, потому лучшие воспитанники получают рекомендации для дальнейшего обучения в высших морских учебных заведениях Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска. И если даже не все выпускники Центра станут профессиональными моряками, закалка и знания, полученные в учреждении, помогут им в любой обстановке оставаться достойными гражданами своей страны. 25 лет, конечно, много. Это однозначно. Четверть века, как бы так звучит громко. И тем не менее, вы знаете, сделано очень много. Во-первых, за 25 лет через наши стены прошли свыше 25 тысяч брестских мальчишек и девчонок. Ведь когда мы... Мне задают традиционный вопрос, а что ваш Центр сделал для детей? Я говорю, поверьте мне, для нас задача не для того, чтобы каждый ребенок стал моряком. Наша задача не для того, чтобы ребенок связал свою жизнь с морем. Для нас, в первую очередь, для того, чтобы каждый ребенок в нашем городе нашел себе занятие по интересам. Здесь ребят по-настоящему готовят к морской профессии. Искусство вязать морские узлы, семафор, азбука морзы, овладение мастерством управления небольшими судами вроде шлюпки, и это не полный список дисциплин. Кроме того, в Центре организовано 92 объединения по интересам, в которых занимаются более тысячи учащихся. Что немаловажно, все занятия проводятся на бесплатной основе. Илья Шульжик со своим другом Максимом Чернышевым с удовольствием постигают морскую науку, и это им очень нравится. Меня обучили то, что всегда нужно достигать целей, которых ты поставил, и вообще нужно уважать старших и помогать младшим. Скажи, а вот из морских наук, вязание узлов, шлюпки, и что тебе, возможно, больше нравится? Ну вот, я занимаюсь вязанием узлов и шлюпками. Ну я тут, в принципе, только недавно, только с этого года, с лета пришел. Меня более-менее сейчас обучают вязанию узлов, как правильно выживать на море, ставить палатки. Скажи, что тебе нравится больше всего из золота? Больше. Больше всего мне нравится плавать на шлюпках, потому что, в принципе, можно куда-нибудь отправиться, путешествовать, можно больше увидеть. Говорят, что женщины на корабле к неприятностям, однако в Центре юных моряков доказали, что девочки также способны постигать морскую науку. Они отлично справляются с семафором и не путаются в азбуке морзы. А в перерывах между учебой поют и дарят радости окружающим. Аня Акси Юнг уже выступала на соревнованиях по морским наукам. Целеустремленность помогает девочке добиваться высоких результатов. Особенно нравятся некоторые дисциплины. Семафорная азбука и узлы. Ну и морзы. Ну, как бы, флажками. Ну, я просто учу и я выступаю на соревнованиях. В прошлом году выступала. Как-то сказать, в этом году тоже буду участвовать на соревнованиях. Ну, узлы вязать. У меня еще и брат ходил просто, и мне нравится. Интересно. Море притягивает к себе взгляд. Земля – ноги. Для настоящих моряков оно не просто способ заработать. Это смысл жизни. Море любит смелых и умелых, потому идут в эту профессию люди особого склада ума. Они ловки, проворны и, что немаловажно, всегда на чеку. А служба на волнах дарит настоящих друзей. Такая дружба длится всю жизнь. Благодаря тому, что в Бресте существует такой уникальный, даже для республики, центр, любовь к голубым просторам у воспитанников появляется еще на суше. А поступив в морские училища, молодые люди не разочаровываются. Мы ходили в клуб, посещали различные места интересные, ходили на шлюпках, занимались слаженным семафором и узлами. Все это меня толкнуло, чтобы поступить в морскую академию. Сейчас я учусь на четвертом курсе Государственной морской академии имя адмирала Макарова. Побывал уже на практике, повидал очень много различных стран. Очень мне это нравится. И я благодарю клуб, что он меня толкнул выбрать эту профессию. Юные моряки – народ креативный. Если надо станцевать или спеть, а может сыграть на гитаре, они с радостью. Любовь к музыке им также прививается в центре. Для этого трудятся талантливые и чуткие педагоги, которые всегда поддерживают инициативу ребят и развивают в них настоящих личностей. Именно они в торжественный юбилейный день получили грамоты и благодарности от руководства города. Однако, как отмечают сами педагоги, в Беларуси не так много учебных заведений, которые готовят специалистов для морского и речного флота. Для настоящего моряка море – это его жизнь. В основном, большая часть жизни проходит на море. Берег – это редкость. В таком плане, если человек море не любит, он работать не будет. Развивать речной флот нужно. Для республики это крайне важно. И перемещение грузом. Даже пассажирские суда, это перевозки речные. Надо бы развивать. Нельзя забывать о моряках, потому что и дешевый транспорт, и для экономики страны – это важно. Центр юных моряков – 25. За время своей долгой и плодотворной работы из стен учреждения вышло огромное количество ребят и девчонок, которые научились не только морскому делу. Здесь они стали настоящими взрослыми людьми со своей жизненной позицией. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Совсем скоро в столице Украины пройдет конкурс детского Евровидения 2013. Попасть на него – мечта многих юных певцов. Но побороться за звание участника конкурса удается лишь единицам. Ангелина Пиппер – одна из десяти счастливчиков Беларуси, попавших в финал конкурса «Песни для Евровидения». Это значит, что впереди напряженная борьба между самыми сильными. Девочка это понимает, поэтому много трудится, не оставляя места детским развлечениям. Но нашему корреспонденту Кристине Купряковой все же удалось прорваться в плотный график Ангелины и узнать о мечтах и желаниях юной певицы. Практически ни одно массовое мероприятие в городе Бресте не проходит без участия очаровательной, яркой и талантливой юной вокалистки Ангелины Пиппер. 13-летняя девочка вошла в состав десяти финалистов конкурса «Песня для Евровидения 2013». Но 4 октября на отборочном туре в Минске «Фортуна» выберет лишь одного. Ангелина надеется, что именно она представит нашу страну на детском конкурсе «Евровидение 2013». Девочка отдает себе отчет в том, какая на ней лежит огромная ответственность и поэтому очень много работает. Весь день расписан буквально по минутам. Школа, репетиции по вокалу, хореография. Как тебе удается, Ангелин, совмещать и школу, и бесконечные репетиции? Где ты берешь силы и энергию? Ну, я хочу победить на детском «Евровидении», поэтому они у меня всегда есть. И целое лето, когда все остальные детки, например, отдыхали где-то на морях, ну, я занималась. И вот до сих пор иду к этой цели. Попасть на «Евровидение» юная вокалистка пытается не первый раз. В прошлом году она уже подавала заявку, но, к сожалению, не прошла отборочный тур. В этом снова решила испытать судьбу и, как оказалось, не напрасно. В полуфинале отборочного тура Ангелина исполнила композицию «Мы танцуем джаз». Слова она написала сама, а музыку сочинил композитор Сергей Биллый. Главное попасть во все ноты, правильно все спеть, хорошо сыграть, этот драйв, настроение всем передать, что у нас внутри. И чтобы все получилось. Девочка занимается в студии «Тарарам» при областном центре молодежного творчества. Готовит к конкурсу Ангелину Людмила Герасевич. Руководитель признается, каждая репетиция – это праздник. Но расслабляться девочка не позволяет, объясняя это тем, что в Брестской области много талантливых детей, а шанс попасть на «Евровидение» представился лишь одной Ангелине. Помните первую встречу с Ангелиной? Ну да, конечно. Скромненькая такая, очень певучая, очень артистичная. Очаровала меня. Самое главное, что нет звездной болезни. Понимание того, что наши перспективы еще далеко-далеко, и нам много надо трудиться. Ангелина Пипер верит в то, что ее мечта сбудется, в то, что именно она представит Беларусь на детском конкурсе «Евровидение». Ведь если чего-то очень хочется, то это обязательно случается. В конце встречи по-детски предположила юная конкурсантка. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинфорум. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. Погода ближайших дней не будет радовать нас теплом и солнцем. Сохранится влияние холодной, неустойчивой воздушной массы, перемещающейся на Беларусь с северных морей. В воскресенье дожди на Брещене прекратятся, но по-прежнему будет холодно. Минимальная температура воздуха ночью составит 6-8 градусов, пока еще со знаком «плюс». Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов. Погодные условия следующей недели будут в основном находиться под влиянием антициклона, сформированного в холодном арктическом воздухе, который держит путь на страны Балтии. Заметно подрастет атмосферное давление, но по-прежнему сохранится холодное, но без осадков погода. Суточный температурный фон будет колебаться 4-6 градусов ночью и до 11 выше нуля в дневные часы. Как видно по предварительным прогнозам, холодная погода пришла всерьез и надолго. Предположительно, таковой она будет оставаться еще 7-8 дней, вплоть до конца первой пятидневки октября. Серьезных осадков не прогнозируется, но температурный фон останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы. В последний раз так холодно было в сентябре 2002 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok